всем привет дорогие друзья а сегодня в этом видео мы поговорим немножечко о lamborghini diablo собственно то что вы видите перед собой это не что иное как diablo который компания lamborghini вышел в девяностом году на тот момент он имел двигатель v12 с объемом 5 7 и там было почти 500 лошадей что очень прилично как для 90 года выпуска вот изменил инновации очень интересно здесь применялось уже такие понятия как прямой непосредственный впрыск топлива а также два распредвала распредвала на каждую голову что в принципе очень прогрессивно было как для того времени на момент своего выхода diablo стоил 240 тысяч долларов что было ну просто какая-то нереальная сумма даже по сегодняшним меркам и тем не менее машина разбирали как горячие пирожки при такой цене что самое интересное у него было обычный радиоприемник поскольку сиди был в принципе как опция обычные ручные стеклоподъемники хотя это суперкар как мы теперь уже знаем и в этой машине даже не было abs а вот как раз отсутствие бс инженеры оправдывали массой вот но при всем при этом при своих 5 сотнях лошадей машина развела разгоняясь до сотки за 3 и 85 и максималка была 320 километров в час дизайн прекрасный дизайн этого автомобиля нам подарил скажем так какое-то время бессменный дизайнер lamborghini марчелло гандини он также нам помимо самого диабло подарил такие прекраснейшие автомобили как кунташ миура юрака и спада классные машины на самом деле классные и дизайн это конечно просто вышка что у диабло что и остальных его творений вот через три года производства после обычного диабло выходит диабло вити и это именно то что сейчас вы можете наблюдать все на экранах диабло вити отличался ну такими скажем значительными изменениями хотя внешне буквально немного изменился то есть внешне у нас появился спойлер вот ну что еще увеличить лесил воздухозаборники боковые там и верхнее появилось окошко сзади окошко я покажу отдельно это тоже очень интересная такая тема вот но самое главное что отличало диабло вити вот обычной версии диабло это как раз таки кроется в его названии вити означало вискострекшен то есть применялась вязкостная муфта которая передавала до 25 процентов крутящего момента на передние колеса что свою очередь означает что диабло был полноприводным вот естественного lamborghini до этого был опыт применения там разных схем но для этой машины это было просто фантастически потому что у вас в 12 сзади у вас обычный классический задний привод но а уже в конкретном случае свете мы имеем практически полный привод что само собой является просто какой-то фантастикой как для 90 годов вот ну и собственно теперь мы можем уже перейти помимо того что наслаждаться таким прекрасным видом можем перейти к самим моделям у меня здесь представлены три расцветки одной модели это все вити естественно от фирмы киоша то чему принципе посвященный канал вот и в первую очередь что мы можем здесь наблюдать это покраску как в принципе и ну черный цвет там конечно не особо выдающийся скажем так черный черный а вот эти два цвета соответствуют реальным цветам реальных автомобилей что очень важно для коллекционера наверно в первую очередь вот помимо этого естественно полировка как и предыдущих своих видео я говорил что полировка это просто вышка это я об этом разговариваю рассказать могу очень долго теперь собственно что мы можем наблюдать сам спойлер от версии вити его прекрасно не думаю видно будет на видео ну или я надеюсь также можем наблюдать жабры над моторным отсеком боковые увеличенные верхние и так далее далее воздуховоды что эти что эти это я сказал уже и собственно закрытые фары фишка всех да ну не всех но очень многих автомобилей того времени это закрывающиеся открывающиеся фары это то что потом уже ближе к нашему времени стало просто хитом вот к сожалению конкретно на моделях мини-зет на диабло не открываются фары потому что вот эти все три машины это более ранние выпуски кошек соответственно тогда они еще не делали скажем так вырезанные съемные фары которые на сегодняшний день есть в более поздних моделях там да практически на любых где фары должны открываться они открываются на модели далее туманки пройдет туманки это отдельно скажем так отдельная тема которую как я журнал на устал повторять могли бы производитель мог этого не делать могли бы не заморачиваться и тем не менее в погоне за детализацией нижние пройдет туманки здесь сделаны также как и габаритные огни и поворотники то есть скажем так по максимуму уделено внимание мелким таким деталям что же самое касается задних фонарей то есть задняя секция у нас очень хорошо представлена это можно видеть в принципе и вот так можем сделать вот что касается секции задних фонарей вот то же самое касается поворотников то есть вот здесь на крыле есть маленький маленький поворотничек и также они очень хорошо детализированы сзади на секции задних фонарей помимо поворотников у этой модели уже у нас присутствует полноценная подготовка под свет то есть вот в этих местах что сзади что спереди стоят заглушки мы эти заглушки вынимаем и ставим 3 миллиметровые светодиоды то есть делаем освещение в машине меня в черном кстати сделано но уже даже не помню когда после не расключал да неважно далее собственно секция задних противотуманки и заднего хода вот эти детальки очень скажем так маленькие незначительные но очень важные когда мы речь заводим о детализации вот даже они не поленились сделали их разного цвета то есть полное соотношение с оригиналом почему все просто все машины киоши как я уже говорил ранее лицензированы то есть здесь никаких нет отступлений лирических либо допущений здесь все точно соответствует оригиналов далее то же самое мы можем сказать о секции выхлопа здесь также решетки под радиаторы там разные то есть охлаждение двигателя охлаждения ну как я понимаю трансмиссии и так далее все это здесь отражено на модели у нас скажем так очень даже на отлично и что я хотел показать из очень важного не знаю будет ли это видно есть окошко для обзора через зеркало заднего вида вот то что у нас имеется на настоящем автомобиле также и на модели это окошко вот ну у вас суперкар на тех не менее за продуктами ездить надо поэтому здесь у нас с обзором вот вот так обошлись скажем и это очень даже интересный такой ход ну и естественно на модели у нас тоже есть окошко вот теперь что касается надписей я думаю некоторых из них видно не будет на камеру но здесь есть надпись ламборгини на кузове здесь у нас есть диабло есть значок витки также то что я даже с очень большим трудом рассмотрел это вот здесь на боковинах у нас надпись о том что этот дизайн марчелла гандини а которыми сказал выше то есть дань уважения автору этого дизайна нанесена как на оригинальном автомобиле так и на модели уменьшенном масштабе это казалось бы такая мелочь но очень важная потому что у нас здесь грубо говоря перед нами настоящий автомобиль тоже касается собственно и значка на капоте там еле заметный бычок но его практически невозможно разобрать тем не менее он там есть далее что касательно тонировки я постоянно принципе указывал это своих обзоров тонировка кошек это отдельный вид искусства вот и надеюсь вот так вот будет может заметно цвет этой тонировки такой ну скажем может быть золотисто бронзово-коричневый такой либо ну кому каков будет удобно и угодно отличать этот цвет но смысл этого цвета в том что это не обычный черный а именно вот такой вот оттенок который придает такой скажем эффект 90-х что ли годовый эффект старины вот фотосъемки обычно еще частенько применяют по моему сепия называется этот эффект вот когда в режиме сепия вы получаете фотографии с вот таким вот очень интересным оттенком и на уменьшенных моделях автомобилей этот оттенок выглядит ну очень круто на самом деле причем в зависимости от освещения он чуть чуть темнее себя ведет либо чуть-чуть светлее это вот как под как под лампу машину попадет так и есть есть соответственно от этого еще больше интерес возникает к этим модели машин далее перед обзором уже точно так же как и в предыдущих видео последний момент заметил что рамки то есть рамки лобового рамки оконных проемов и здесь точно также выкрашены в черный цвет отдельно то есть это отдельная работа очень такая хорошо проработанная хотя опять таки можно было и не заморачиваться вот далее из интересного это конечно же диски колесные диски которые у ламборгини и без того очень интересный дизайн имеют но чтобы я хотел сказать об этих дисках отдельно то что у нас поскольку у нас на оригинале задние колеса очень широкие передние более узкие то это все отражено и на модели соответственно у нас здесь будет более узких колеса здесь более широкий вот и кстати что касается серии mini z сюда естественно еще и шины нужно разные подбирать разные по ширине вот мы сейчас вот так еще покажу далее если ничего не забыл по ширине сказал ну и вот собственно вот вся красота ламборгини и красота кошек в двадцать восьмом масштабе еще буквально чуть-чуть насладимся этим видом что касательно этого обзора этой машины я в принципе сказал все что хотел вот также прошу вас не забывать что если вы хотите в более таком близком скажем масштабе рассмотреть какие-то детали этих машин вы можете просто посмотреть фотографии у меня в группе либо мне в инстаграме то есть не забывайте подписываться вот но мои видео обзоры это скажем так более говорильня как бы то есть рассказы о моих впечатлениях об этих машинах и в двух словах я могу сказать только одно эти машины эти модели они просто потрясающие они действительно стоят всех тех денег которые за них отданы и действительно я на самом деле прекрасно сейчас уже осознаю что все-таки стоило за ними погоняться скажем так поохотиться за ними на японском аукционе и подождать их несколько месяцев пока они приедут сюда к нам потому что вот эти вещи это что-то поразитель ну на сегодня у меня на этом все надеюсь вам понравилось ставьте там пальцы не понравилось тоже ставьте пальцы в другую сторону вот но я надеюсь что гораздо больше людей теперь приобщиться к моему хобби и надеюсь вам понравится ну на этом всем пока